Прийти на избирательный участок самостоятельно Анастасия Анушина не смогла по причине болезни, но исполнить гражданский долг и проголосовать за выбранного кандидата девушки помогли в участковой избирательной комиссии. Позвонила, обратилась в просьбу, чтобы пришли на дом, где я проголосовала. Просто я сегодня приехала с больницы, как гражданин России, как не проголосовать. Восемь адресов у нас, по которым мы должны проехаться, и там уже люди будут голосовать. То есть звонки были по телефону получены с тем, что люди не могут прийти на избирательный участок в связи с болезнью. Чтобы контролировать соблюдение закона и процедуру выборов, для этого более 200 человек прошли специальное обучение. В этом году на территории нашего региона избирали депутата Самарско-губернской думы, седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу номер 14 и более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований. Работу наблюдателей координировал общественный штаб по независимому наблюдению. В этом году в его состав вошли генеральный директор телеканала «Самара ГИЗ» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогии Самарского филиала Московского городского педагогического университета Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор. Председателем общественного штаба стал заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. Выборы, на мой взгляд, организованы на высшем уровне, на 100%. У нас присутствуют наблюдатели от разных партий. Работа у нас выстроена очень грамотно, правильно, с точки зрения закона. Вся легитимность выдерживается. Во время трехдневных выборов в нашем регионе было открыто 190 участков. Избиратели могли проголосовать с 8 до 20 часов. Это мои вторые выборы. Я выбираю все это во благо России, чтобы жилось хорошо всем людям. На всех избирательных участках соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. А для голосующих на дому были предусмотрены персональные ручки, перчатки и маски. Ольга Павлова, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова